Приветствую вас. Ваша проблема заключается в том, что ваш муж сказал вам, что он больше не любит, что, соответственно, отношения пора завершать. Ваше отношение к нему не изменилось, у вас к нему есть чувства и вы без него не можете и не представляете своей жизнью без него. Вы знаете, с точки зрения психологии, именно это то, что вы в своей жизни не представляете без человека, могло повлиять на то, что он сказал, что больше вас не любит. Потому что если вы не представляете своей жизнью без него, значит вы в достаточной степени от него зависимы. А если вы в достаточной степени от него зависимы, то вы в нем нуждаетесь. Мужчина чувствует, что вы к нему тянетесь, что вы, ну, как бы, испытываете в нем нужду, скажем так. Вот. И это может человека напрягаться, это может человека отталкиваться, это может обесценивать болжо в какой-то степени волшек с ним отношения. Вот. И отсюда могут быть большие трудности. Конечно, нужно поисследовать ваше отношение, ваше взаимодействие, чтобы ответить на вопрос в том, что именно происходит сейчас у вас, вот, что именно между вами сейчас происходит, как и почему ваши отношения складывались именно так, как складывались, вот. Т.е. на мой взгляд, это все нужно поисследовать. Поисследовать для того, чтобы обойтись вам на это область. Но то есть происходит, эээ, сейчас, вот именно. Ага, все-таки свидетельство, вот, о том, что есть какие трудности, ну, тот факт, что вы не представляете свою жизнь без человека, конечно, ничего хорошего, именно хорошего для ваших отношений не несет и не дает, ну, просто потому что зависимость одного человека от другого поражает всегда достаточно нездоровую историю, вот, поэтому ваши страхи мне ясны, вот, но к вопросу о том, что с ними делать, да, и к вопросу о том, как гармонизировать отношения, это вопрос о том, как стать, как быть более привлекательным для своего мужа, как со своей стороны, то есть с вашей страны, постараться решить проблематику именно со своей стороны, решить проблематику, да, которая имеет место быть, родной, а при этом в какой-то степени не привлекая своего мужа в известной, так сказать, степени. Поэтому тут очень важно в этот момент поисследовать и разобрать его. Собственно, как вы сами относитесь к тому факту, что не представляете свою жизнь без человека. Не обесценивает ли это вас, не делает ли это вас не самостоятельно, не делает ли это вас зависимым от него, да? И как в этом всём ещё присутствует любовь? Любовь – это не зависимость. Любовь – это не тогда, когда человек не представляет своей жизнью без другого. Любовь – это чувство более зрелое, более взрослое и более направленное на то, чтобы обладать. Когда вы не можете представлять свою жизнь без человека, вы нацелены на то, чтобы получать. Я не говорю, что это плохо. Я пытаюсь сказать, что именно то, что ваш муж сказал, что не любит вас, может свидетельствовать о том, что человек перестал видеть в вас личность, перестал видеть в вас кого-то ценного и значимого для себя, к сожалению. И на это могло повлиять именно то, что вы от него чересчур зависите. Не представляете свою жизнь без него. То есть, что такое, вот образно говоря, что такое не представляет свою жизнь без человека. Это означает довольно простую вещь, что без тебя мне ничего не интересно, без тебя я ничего не стою. И совершенно очевидно, что вы себя обесцениваете. Если вы себя обесцениваете, то это чувствует и муж в том числе тоже. И отзеркаливает вам это через затухание чувства любви. Вот и всё. Обратите внимание, что вы не сформировали свой вопрос и не написали, чего же вы всё-таки хотите от психологов. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!